Желающих познакомиться с художественной выставкой от отца к сыну семейной династии Миловановых немало. Здесь и школьники, и подростки, люди старшего поколения. Глава династии Пётр Милованов подробно рассказывает о каждой картине. Супрематический минимализм с акцентом на цвет. Со слов автора, именно в этом стиле он пишет свои картины. Вдохновляется творчеством Казимира Малевича. Язык Малевича – это геометрические формы. Через геометрические формы он предлагает изображать окружающий мир. И тем самым выявить еще какую-то грань физиологии, да, какую-то грань видимого нами окружающего мира. Краски весеннего Алтая. Облако. Роза в ледяном саркофаге. Изображение представляет собой разноцветные геометрические фигуры. На первый взгляд кажется, что на этой картине изображены три человека разных поколений. Однако это не так. Автор удивил всех зрителей. Здесь он изобразил самого себя в 20, 40 и 80 лет. Гости выставки также могли увидеть картины сына Петра Милованова Арсения и внука Ивана. Эти художники постоянно находятся в поиске. Зрителям представили как свое раннее творчество, так и свежие картины. Берчанки Галине Никитиной по душе пришли с работы Арсения Милованова. Я же деревенская, поэтому мне нравится вот все, что касается. Это же напоминает мою Кирзу родную. Ордынский родной. Самое красивое село на свете. Вот поэтому все вот это вот, вот эти вот картины мне все очень-очень понравились. Культурная программа музея продолжилась. В минувшие выходные берчанам показали два фильма об истории Берска. В том числе и фильм телекомпании ТВК, которые рассказывают о рождении города, его переносе на новое место и развитии до 90-х годов 20 века. На этом месте когда-то стояло село Бердское. Здесь трудились ремесленники и проходили богатые ямоки. Что же произошло в середине прошлого века? Почему Бердск перебрался на новое место? Каким был и каким стал мой родной город за последние полвека? В качестве бонуса зрителям показали мультфильм-студия анимации «Дом» о строительстве Бердского острога. Равнодушным не остался никто. Большое впечатление произвел и первый фильм, и второй. Ну а мультфильм «Домашонкин» это вообще поразил тем, что прекрасно сделан и вписывается в историю Бердска и к 300-летию города. Это вообще целый подарок. Каждое воскресенье в Бердском музее можно будет познакомиться с кинолентами о нашем городе и его жителях, вспомнить прошлое и узнать что-то новое. Вход свободный. Организаторы надеются, что желающих приобщиться к культуре и истории Бердска будет немало.